Олимпийское собрание, последствия циклона и праздник мужества. Бобруйск с размахом отметил День защитников Отечества, чем удивили представительницы прекрасного пола. Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Заморозка цен, проверка техосмотра и золотая рыбка. С 1 марта в большинстве районов страны будет действовать запрет на лов щуки, как самому не попасться на уточку. Сила, доблесть и честь. В Беларуси отметили День защитников Отечества и Вооруженных сил. Испекли пироги, торты, с любовью, с искренностью. Как Бобруйск встретил праздник. Разговор на перспективу. Делегаты Всебелорусского собрания продолжают встречаться с жителями. Я считаю, что все, кто являлись участниками Всебелорусского народного собрания, должны обязательно найти возможность встретиться с молодежью. Какие обсуждают темы. В Бобруйские Альпы. Коммунальщики в режиме 24 на 7 занимаются вывозом снега. Здесь он подвергается так называемому рыхлению, для того, чтобы снеготаяние более активно шло. Где складируют глыбы льда и кто контролирует процесс. Попасть в яблочко. Город принял спартакиаду по стрельбе из лука. Программа взята с международных соревнований, как проводятся и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. В чем его уникальность? Похищение школьниц, запрещенное вещество и невероятное явление. Ниагарский водопад покрылся льдом после аномальных морозов. Что еще привлекает туристов? У Национального Олимпийского комитета Беларуси новый глава. На этом посту Александр Лукашенко сменил первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко. В ходе голосования глава государства сам снял свою кандидатуру. И затем отметил, что после избрания руководителем комитета Виктора Лукашенко не сохраняет должность помощника президента по национальной безопасности. Здесь Александр Лукашенко затронул проблемы развития спорта и олимпийского движения. В зале элиты белорусского спорта. Представлены все спортивные общественные организации страны, тренеры, атлеты, руководители центров олимпийской подготовки и госорганов. Первоочередная задача на предстоящие месяцы сформировать боеспособный спортивный десант Токио. Оправдания здесь не принимаются и быть вообще их не может. Нам действительно нужен боеспособный десант в Токио. Мы туда поедем сражаться. Нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плюшить со всех сторон. И мы должны выдержать. Настоящие чемпионы – это те, кто способен показать высокий результат в любых условиях, преодолевая неблагоприятные обстоятельства, ожесточенное сопротивление конкурентов и козни наших завистников. Кто добивается громких побед ради своей страны, ради родных и близких, ради тренеров и коллег по команде. Вы знаете, что Олимпийские игры будут проходить в условиях беспрецедентных антиковидных мер и ограничений. И под это, поверьте, загонят все. Нужно быть готовыми к решению связанных с этим вопросов акклиматизации наших спортсменов, доставки делегаций грузов в Олимпийскую деревню, организации тренировок, быта медицинского обслуживания. Все, что необходимо для того, чтобы наши спортсмены достойно выступили, создано, если нужно больше, будет создано еще больше. Продуктовая корзина, индивидуальное жилье и День народного единства. Белорусам предлагают принять участие в открытом голосовании, где сделать свой выбор. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. С марта вступает в силу обновленный кодекс об административных правонарушениях. Некоторые статьи касаются нарушений ПДД. Теперь в автоматическом режиме будет фиксироваться отсутствие техосмотра. Письма счастья водителям придут по почте. Сейчас ГАИ усиленно проводит рейды. Специалисты напоминают, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или штраф от одной до трех базовых величин. При повторном нарушении от двух до пяти базовых. С начала весны будет действовать запрет на лов щуки в большинстве регионов Беларуси. Желающим нарушить правила следует помнить об ответственности. За каждую незаконно добытую рыбу придется заплатить по девять базовых величин. Более того, причинение вреда на сумму сто и более базовых влечет уголовную ответственность. Саммин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары. Он не должен превышать двух десятых в месяц. В списке 62 позиции. Среди них рис, мука, манка, гречка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, курица. Некоторые колбасы, рыба, молоко, кефир, сметана, творог. Определенные фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники и спички. В списке лекарственных средств представлено 50 позиций. В республике станут больше строить индивидуального жилья. В этом году запланировано около полутора миллионов квадратных метров. Это приблизительно 40% от общего объема застроек. Также будут развивать населенные пункты, где проживает менее 20 тысяч человек. Акцент на комплексное строительство. Это когда под ключ застраивают большие земельные участки и продают гражданам уже готовые дома. В стране открыто голосование по выбору даты Дня народного единства. Среди предложений 17 сентября и 14 ноября. В 1939 году в эти две даты начался и завершился процесс воссоединения Западной Беларуси и БССР. Сделать свой выбор можно на сайте Всебелорусского народного собрания. В Беларусь возвращаются перелетные птицы. В прошлом году, когда зима была практически бесснежной, это произошло на три недели раньше. В Березовском районе заметили первых серых гусей и чибисов. Под Брестом поют жаворонки. Как отмечают специалисты, в последнее время многие птицы остаются на зимовку в Беларуси. Среди них, например, скворцы. Даже этой зимой их можно было увидеть почти во всех регионах страны. Самым сильным и мужественным посвящается. На неделе страна отметила День защитников Отечества и Вооруженных сил. Для беларусов 23 февраля поистине народный праздник. В обручании уже по традиции несут цветы к памятникам, мемориалам и братским могилам. Но в этом году не обходится без сюрпризов. Каких покажем сейчас. День защитников Отечества. Праздник тех, кто служил и служит сейчас. Несет боевое дежурство на земле, в небе и на пограничных рубежах. Торжественные мероприятия в стране начинаются с возложения венков к мемориалам славы. Бобруйск. 10.30. Памятник воинам-освободителям. Тем временем на площади Победы выстраиваются расчеты военнослужащих Бобруйского гарнизона. Рядом тоже строй, но гражданский. Руководство города, депутатский корпус, общественные объединения и просто неравнодушные. Алая звезда. Дань памяти солдатам, освобождавшим наш город от немецко-фашистских захватчиков. Венки и цветы к подножию памятника генерала Бахарова. Именно его танк Т-34. 29 июня 1944-го первым въехал в освобожденный Бобруйск. Четкий строй шаг под марш музыкального оркестра. Сегодняшние защитники отечества отдают дань памяти своим героическим предкам. Здесь собрались люди разных возрастов, но искренне влюбленных в свою Беларусь. Безусловно. Главные слова поздравлений воинам всех поколений. Самое главное, хотелось бы пожелать нашим мужчинам здоровья, стойкости духа, быть верными Отечеству. Чтобы наши мужчины были самыми лучшими. Чтобы они сохранили свою честь и с достоинством пронесли ее через свои года. Ну и берегли нас женщин, уважали, любили и носили на руках. С праздником, дорогие мужчины! У нас тоже и молодая гвардия подрастающая, очень хорошая, прекрасная, побольше ответственности, любви к своим родным, близким, любви к своему Отечеству, то есть к нашей прекрасной родной Белоруссии. Раз 23 февраля праздник мужской. Роль главных волшебниц принадлежит женщинам. Поэтому ни один солдат, сержант-прапорщик и офицер бабульского гарнизона не остается без внимания и сладких подарков. Агромашни перестают удивлять. На заводе умеют делать не только прицепы и селки, но и вкусные десерты. Все торты и пироги, а их восемь десятков, приготовлены по домашним рецептам. Декор тематический. Так защитников Отечества поздравляет БСЖ. Подарками женщины отправляются в турне по воинским частям. Первый в списке 83-й инженерный аэродромный полк. От прекрасной половины человечества поздравления и песни, а солдат улыбки и аплодисменты. Мы от Белорусского союза женщин решили сегодня быть немножечко, может быть, ближе к ним. Мы испекли пироги, торты с любовью, с искренностью, приехали к ним, поздравили. Может быть, они сейчас не такие эмоционально, как кажется на экране, но все равно я уверена, у них, как у любого человека, есть чувство радости. Приятно, когда тебя помнят, приятно, когда тебе уделяют какое-то внимание. Очень приятно чувствуется, что ты уже настоящий защитник, когда был на гражданке, не так-то чувствовался в праздник. Не ожидали мы, нас тут обрадовали так, все построились, и приятно было слушать это. Я уверен, что очень важно для каждого военнослужива срочной службы в праздник, в свой выходной день, когда приходят женщины, когда оказывается такое внимание, они вспоминают свой родной дом, вспоминают тех женщин, на которых на этот момент рядом нету с ними, ну и какая-то им попадает частичка от родного дома, наверное, с этими подарками. Поэтому большое спасибо организаторам этой акции. Следующей точкой маршрута становится 147-й зенитный ракетный полк. Здесь поют песни не только артисты, солдаты быстро подхватывают, да более знакомый мотив. И от улыбок девичьих вся улица светла. Нам на самом деле очень приятно, когда нас как-то поздравляют, помнят нас, не забывают. И ценят наш труд как-никак, потому что действительно защищать Родину это очень важно. Для белорусов 23 февраля уже давно превратилось в массовом сознании в общенациональный мужской день. У вечного огня на Минска из десяток машин. Автопробег в память героев, защищавших нашу страну от коричневой чумы. Во главе колонны государственный флаг, символ независимой Беларуси. Я в 25 лет ходила на голосование вместе с отцом, со всей семьей. И когда был вот этот референдум, я ходила первая, голосовала за этот флаг, за наш белорусский. Потому что тогда тоже было много змогаров, как их сейчас называют. Их тоже было много, и мы тоже переживали. И когда мы победили, это была радость. Поэтому вот для меня сейчас, вот точно, я почему участвую во всех автопробегах из Единых Беларусь. Потому что я считаю, я росла в этой Беларуси. И я за это боролась всю жизнь. И почему я должна кому-то это все отдавать. Старт дан. Колонна начинает движение. Минская, Октябрьская, Интернациональная. К слову, на последний строй пополняют новые автолюбители. Конечный пункт. Войсковая часть 55-27. Нам важно, чтобы страна наша, ничего с ней не случилось. Чтобы все было в порядке. Мы хотим поздравить наших военнослужащих, наших срочников, мальчишек, которые стояли на защите в августе мирного города нашего. И которые будут дальше нас защищать. Сегодня вооруженные силы Беларуси и мобильная, оснащенная современными видами вооружения армия, способная защитить целостность и независимость государства. Свой высокий профессионализм военные не раз показывали на учениях различного калибра. Максим Кемель, Мария Береснеевич, Андрей Бугдан, Максим Галенков. Итоги недели. По следам Всебелорусского народного собрания в стране продолжают свою работу диалоговые площадки. На этот раз встреча с делегатами ВНС прошла в колледже имени Ларина. Здесь разговор шел о главных направлениях, которые сегодня волнуют молодежь. Это сильные регионы, интеллектуальная среда, счастливая семья и, конечно, перспективы развития для молодых людей. Я считаю, что все, кто являлись участниками Всебелорусского народного собрания, должны обязательно найти возможность встретиться с молодежью, поговорить, обозначить те направления, те основные перспективы развития нашего государства, определенные шестым Всебелорусским народным собранием. Ну и, наверное, донести самое главное, что будущее это за молодежью, что действительно им учиться, им созидать, им строить наше будущее. Еще одна диалоговая площадка прошла в администрации Первомайского района. Здесь собрались руководители дошкольных учреждений. Темой номер один стало развитие системы образования. В частности, специалисты обсудили изменения в профильном кодексе. В 2021-м на страну обрушился снегопад. Последствия циклона «Волкер» специалисты устраняют по сей день. В нашем городе для складирования снега предусмотрены две временные площадки на энергетиков и в районе поселка Титовка. О Бобруйских Альпах далее. Бобруйск, 11 утра. На временной площадке складирования снега по энергетикам вовсю кипит работа. Одни самосвалы уезжают, другие приезжают. В кузовах сугробы с улиц, парковок торговых центров, подмостков, остановок и автозаправок. Ежедневно здесь выгружают около 500 кубометров снега. Работа ведется круглые сутки. Здесь он подвергается так называемому рыхлению, для того, чтобы снеготаяние более активно шло. Ну, укладывается определенным образом по краю рабочей карты. То есть эта площадка, она обвалована по периметру. В весенний период, когда снег растает, данный земельный участок будет рекультивирован, то есть верхний плодородный слой почвы будет снят, вывезен на полигон, для того, чтобы исключить дальнейшее загрязнение земельного участка. Эта площадка утверждена распоряжением горисполкома, эксплуатирует ее ДЭП. Здесь оптимальный рельеф местности и отсутствуют залегающие грунтовые воды. Еще один важный аспект – удаленность от жилых объектов и учреждений образования. Масштабы второго полигона, что в районе поселка Титовка, впечатляют куда больше. Территория порядка 40 тысяч квадратов. Шум мотора здесь не прекращается. Сначала бульдозер утрамбовывает снег и сбивает его в кучу. Так он выравнивается и становится меньше. Затем сверху выгружают свежую партию. Столько снега на этой площадке не видели как минимум несколько лет. Но 2021-й всем напомнил, как выглядит настоящая зима. Сейчас этот объект заполнен уже на 80%. Кругом целые горы и глыбы изо льда. Но снежная свалка – это не просто голый пустырь, а настоящий рабочий объект с отапливаемой будкой, сторожем и круглосуточным режимом работы. Машины здесь принимают по талонам. Это исключает, например, разгрузку мусора или песка. Пойдем по этому талону. И смотрим на снег в осенье, и показываем, куда выружать снег. То есть контроль сочетается такой серьезный? Да, да, контроль серьезный сочетается. Потом идем с утра на начальный участок, это все сдаем. Записываем и все сдаем. Циклон «Волкер» оказался щедрым на осадке. Работы еще много. Для уборки улиц города задействовано 125 сотрудников и 27 машин. Контролируют состояние двухснежных площадок экологи. Мы со своей стороны совместно с лабораторией аналитического контроля проведем пробы земли на наличие загрязняющих веществ. В случае, если будет превышение, лицо эксплуатирующую площадку будет привлечено к административной ответственности и будет предъявлен вред, причиненный окружающей среде, если будут превышены нормы загрязнения данного земельного участка. То есть от того, как будет выполнена рекультивация, зависит частота этого земельного участка и возможность его использовать в дальнейшем. Почему? Потому что повторно использовать временную площадку для складирования снега допускается только в том случае, если по результатам проведенных анализов проб не выявлено превышение нормативных показателей загрязняющих веществ. Но до календарной весны остаются считанные часы. Какой будет следующая зима, можно только гадать. Что же касается Бобруйских Альп, то таять они будут в зависимости от объемов. В тех местах, куда не прокрадываются солнечные лучи, снег может лежать еще очень долго. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Спортивные купидоны. В Бобруйске прошел чемпионат Беларуси по стребе из лука. В комплекс «Гелиус» съехались лучники со всей страны. Порядка ста представителей различных школ. И это уже рекорд. О самых метких Максим Кембель. Спортивная история Артема Богдановича началась в 13. Тогда решил попробовать себя в роли лучника и не прогадал. Сегодня парень, мастер спорта, призер и победитель различных турниров. Входит в состав национальной сборной. На домашнем чемпионате, кроме первого места, ни о чем даже не думает. Позади тяжелые тренировки. Неделю стоял около щита. Потом выходили на дистанцию, по мишени стреляли. Подготавливали лук. Изобретенные еще в эпоху мезолита луки-стрелы сегодня претерпели ощутимые изменения. Сейчас стрельбой добывают не пищу, а медали. В том числе и олимпийские. Скорость стрелы может достигать 270 км в час. Концентрация у спортсменов колоссальная. Когда участник натягивает тетиву, кажется, все замирает. К слову, спартакята в Бавруйске уже успела побить как минимум один рекорд. В город съехались почти 100 представителей различных школ со всей страны. Это самый многочисленный турнир в этой возрастной категории. Ребята не старше 17. Конечно, есть уже, скажем так, участники, которые уже являются мастерами спорта. И они, конечно, представляют собой ближайший резерв. И национальная команда, и сборная команда. И претендуют на участие в международных соревнованиях даже уже в этом году. В первый соревновательный день спортсмены пристрелялись, привыкли к залу. После была квалификация, по ее итогам сформировалась сетка слабейшего, попал на сильнейшего. Следом соперничали в командном зачете. Завершилась программа выяснением отношений в личном первенстве. Программа взята с международных соревнований, как проводятся и Олимпийские игры, и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Стараемся максимально приближенно проводить соревнования к международным стартам. В составе областной команды четыре представителя местной школы. Две девушки и столько же парней. Стоит отметить, только в трех городах Беларуси есть специализированное отделение по стрельбе из лука. Кроме Бобруйска, это Могилев и Брест. Максим Кембель, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Отмена указа, новинки вооружения и исчезновение учениц. В Нигерии школы-интерната похитили 300 девочек. Как так вышло? Далее обзор громких мировых новостей. Джо Байден отменил указ Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев. Напомним, в апреле прошлого года экс-президент запретил приезжать в страну негражданам штатов, угрожающим рынку американского труда в период пандемии. По мнению же Байдена, решение его предшественника наносит ущерб промышленности и препятствует воссоединению семей. К тому же в Америку не могли въехать, например, победители в лотереи на получение грин-карты. В Нигерии школы-интерната похищены более 300 учениц. По словам сотрудников учреждения, бандиты прибыли к зданию в пятницу около часа ночи на внедорожниках и мотоциклах. Некоторые из нападавших были одеты в форму сотрудников Государственной службы безопасности. Они заставили школьниц выйти на улицу, а затем увезли их в неизвестном направлении. Местные власти подтвердили факт похищения. Куда именно могли быть увезены ученицы, не установлено. Новинки вооружения для защиты планеты. В Объединенных Арабских Эмиратах проходит самая престижная в мире международная выставка военной техники. Экспозиция в Абудабе самая представительная и в этот раз. Юбилейная, 15-я по счету. Организаторы не испугались пандемии коронавируса и решили ее проводить не в виртуальном, а в реальном формате. Компании со всех континентов. Около тысячи участников из 60 стран мира. В Европе изъята рекордная партия кокаина. Таможенные органы Германии и Бельгии задержали более 23 тонн наркотика. Груз должен был проследовать в Нидерланды, а прибыл в порты Гамбурга и Антверпена из Парагвая. Вещество прятали в строительных материалах, контейнерах с деревянными блоками и банках с наполнителем для стен. Небывалой красоты картину могут наблюдать жители США и Канады. После нескольких недель аномальных морозов покрылся льдом Ниагарский водопад. Туристы массово фотографируются на фоне покрытой льдом достопримечательности. А солнечная погода и незамерзшие потоки воды образовывают радугу. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты по пройску 360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, 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 нов